МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Сембекова. Сурдоперевод Марата Жумабекова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раку нет. В областной многопрофильной больнице Талдыкургана проводятся Дни открытых дверей. Рывок к победе. Заключительный тур чемпионата Казахстана по баскетболу стартовал в Талдыкургане. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные решения. На 20% увеличится урожайность и животноводство в Алматинской области к 2025 году. При этом затраты фермеров сократятся более чем на 15%. Достичь таких показателей намерены за счет цифровизации сельского хозяйства. Данные были озвучены в ходе правительственного селектора под председательством премьер-министра страны Оскара Мамина. Глава правительства подчеркнул, полная цифровизация агропромышленного комплекса страны – первостепенная задача. Это позволит снизить затраты на производство продукции, повысить ее качество и конкурентноспособность. В течение пяти лет в рамках государственно-частного партнерства 50 миллиардов тенге будет инвестировано в цифровизацию более 100 миллионов гектара земель сельхозназначения. В связи с этим премьер-министр поручил ускорить проект по космическому мониторингу земель в 2021 году. Министерством цифрового развития, сельского хозяйства и Акиматом поручено в следующем году совершить работу по оцифровке земельных отношений. Это обеспечит прозрачность процесса оформления земельных участков и в разы сократит сроки выдачи документов. В рамках цифровизации земельных отношений ведется работа по созданию единого государственного кадастра недвижимости, включающего в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям. Правительством внесен в парламент соответствующий законопроект, который позволит перевести многие услуги в электронный формат, упростить порядок предоставления земельных участков и в целом улучшить качество оказываемых услуг населению. Поручаю Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития, а также Акиматам регионов в течение одного месяца разработать дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК и земельных отношений. Создание благоприятной среды для людей с инвалидностью – не менее важная задача на сегодня. Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет на 30% должна вырасти доля занятых лиц с инвалидностью, а также будет обеспечено стопроцентное обеспечение медицинской реабилитации. Для осуществления амбициозного проекта реализуется национальный план до 2025 года, состоящий из 64 комплексных мероприятий. Поэтапное исполнение начнется уже с этого года. Так, на социальное обеспечение лиц с инвалидностью направлено 448 миллиардов тенге, что на 12% больше, чем в прошлом году. Впервые запущено отечественное производство кресел-колясок, признанное полностью обеспечить всех нуждающихся. Вся жизнь – игра. Свой 85-летний юбилей отмечает в этом году Алимгазы Раимбеков. Аксакал за свою долгую и яркую жизнь снялся более чем в 17 картинах, однако в народе больше известен как ангел в тюбитейке. В юбилей Алимгазы Ата популярного актера поздравил Аким Алматинской области. Алимгазы Раимбеков родился 1 декабря в Куксусском районе. В годы Великой Отечественной войны его отца призвали на фронт. С самого раннего детства наш герой неустанно трудился и помогал своей семье. Ещё с начальной школы он отличался от своих сверстников высоким ростом и крепким телосложением. Статная внешность и не менее завораживающий голос помогли ему стать поистине народным актёром. Тёплые слова пожелания в юбилей выразил Аким Алматинской области. Глава региона пожелал Аксакалу и его супруге Гальжаухар здоровья и счастья. Амандык Баталов отметил большой вклад Алимгазы Раимбекова не только в кино, но и в общественную жизнь области и страны. И, как полагается по казахским традициям, ангелу в тюбитейке преподнесли шапан в знак уважения. От всей души благодарен Акиму Алматинской области Амандыку Баталову за поздравления. Он пожелал мне, моей супруге и детям много хорошего. Думаю, что заслужил эту похвалу. Поздравляю всех с прошедшим днём первого президента и наступающим днём независимости Казахстана. Желаю всем соотечественникам только мирного неба над головой. Дополним. Алимгазы Раимбеков, не являясь профессиональным артистом, снялся за свою жизнь в 17 кинофильмах. Начав с ангела в тюбитейке, принёсшего ему всенародную любовь и славу, также он играл в художественных фильмах «Долана», «Орал, объятый огнём», «Кровь и пот» и «Степной цветок». Сегодня можно с уверенностью утверждать, у Алимгазы Раимбекова есть своё вполне заслуженное место в казахском киноискусстве. Дамир Анитов, Жаслан Шенкенже, телеканал ЖИЦУ. Открытие сразу трёх физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано до конца этого месяца в Алматинской области. Насколько ответственной идёт работа и успеют ли подрядчики в срок? Проверку устроящихся объектов в рамках объезда совершил заместитель Акима области Рустам Али. Первым объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс в Коксусском районе. По программе «Алов Ельбе Сага» на постройку выделено 700 миллионов тенге. Общая площадь здания – 2600 квадратных метров. Имеется скалодром, залы для бокса, борьбы и командных видов спорта с трибунами на 180 мест, а также тренажёрный зал. Предусмотрены раздевалки, буфеты, медицинский кабинет. Сейчас работы завершены на 85%. Подрядчики заверяют, что не задержатся создачей объекта в эксплуатацию. Однако у надзорных структур на этот счёт имеется сомнения. Здесь подрядчик у нас работает, СПНФ, даёт заверение, что завершит эти объекты в срок. Проблема в том, что сейчас у него работает 42 человека, очень трудно найти рабочих людей, именно специалистов на отделочные работы. И много набрал объектов сам подрядчик по области. Поэтому, получается, не успевает с людьми, количества не хватает у него. Сейчас ожидаем, что он увеличит, хотя бы в два раза больше будет людей, тогда объект можно вытащить вовремя в срок. Ещё один ФОК откроется в Яскельдинском районе. В нём четыре зала. Для бокса, борьбы, тренировочный и универсальный. Предусмотрена столовая на 36 мест. На прилегающей территории стадион площадью более 5000 квадратных метров с установленным освещением для занятий в тёмное время суток. Проведённая подрядчиками работа находится в завершающей стадии. По рекомендации заместителя Акима области, сдача объекта в эксплуатацию ожидается досрочно. Работы почти завершены. 14-го будет торжественное открытие в преддверии Дня независимости. Есть возможность сделать это и пораньше. К 10-му числу мы сумеем полностью завершить строительство. В числе проверенных объектов и спортинтернат Олимпийского резерва в городе Талдукурган. По дорожной карте занятости он проходит капитальный ремонт на сумму более 300 миллионов тенге. Полное завершение работы ожидается до конца текущего месяца. По поручению руководства области мы объехали несколько объектов. В первую очередь это физкультурно-оздоровительные комплексы. В данный момент по области функционируют 9 из них. Обеспечивают массовым видом спорта молодёжь области. До конца года мы планируем сдать в эксплуатацию ещё 3. Два объекта, которые мы успели посетить, было выделено более 2 миллиардов тенге на ремонтные работы. Вот один из объектов – это спортивный колледж в городе Талдукурган. На него было выделено 340 миллионов. Он также до конца, как и оставшиеся 3 объекта, в совокупности 4, будут сданы работы до конца этого месяца, то есть до конца декабря. До конца текущего года по Алматинской области планируется ввести в эксплуатацию 12 физкультурно-оздоровительных комплексов. В 9 из них уже открыты двери для будущих чемпионов края. Рустам Ралбаев, Мадива Ибусынов, Телеканал ЖИЦУ. Праздничные мероприятия по случаю Дня первого президента Республики Казахстан прошли вчера в Кигенском районе. Главные события дня – презентация кислородной станции на базе районной поликлиники. При необходимости такое оборудование может бесперебойно обеспечивать кислородом сразу 50 человек. Кислородная станция генерирует кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. Такое медицинское оборудование помогает поддержать пациентов средней степени тяжести, чтобы их состояние не стало критическим. В частности, это касается больных COVID-19. Однако на сегодняшний день пациентов с вирусом или пневмонией в районной больнице нет. Медики держат эпидемиологическую ситуацию под контролем. В торжественном открытии станции принял участие глава района Талгат Баидилов. Также в рамках церемонии он вручил ключи от двух новых машин скорой помощи. Наша больница полностью готова к возможной волне пандемии. Сегодня мы вводим в эксплуатацию кислородную станцию, которая может обеспечивать кислородом 50 человек одновременно. Ее стоимость – 57 миллионов тенге. Хочу заметить, такие станции редко можно увидеть в небольших больницах. Поэтому мы очень благодарны областному и районному управлению за такой подарок. Уверены, что станция послужит хорошим подспорьем в работе врачей, стоящих на страже здоровья жителей района. Этот день стал знаменательным и для населения села Шарганак. Буквально на днях здесь подошел к концу капитальный ремонт средней школы имени Инкарбека Жумагулова. Здание было построено в 1976 году и долгое время нуждалось в ремонте. Теперь учебное заведение не узнать. Благодаря государственной программе АУЛ ЕЛБСГ в образовательном учреждении появился кабинет робототехники, увеличилась материально-техническая база, а в кабинете физики теперь можно проводить опыты. Кроме того, вместимость школы после ремонта увеличилась до 640 учеников. Всего на преображение учебного заведения было выделено 750 миллионов тенге. Медицинские специалисты Алматинской области в целях профилактики онкозаболеваний провели диагностические мероприятия среди граждан с особыми потребностями. Чтобы не допустить роста раковых клеток и избежать осложнений, важно выявить болезнь на ранней стадии. Потому каждому человеку для профилактики следует проходить обследование раз в год, советуют специалисты. День открытых дверей для людей с инвалидностью посетила и наша съемочная группа. Согласно статистике, от рака по всему миру погибает порядка 10 миллионов пациентов. Неутешительные данные регистрируются в основном среди женской половины человечества. Жертвой рака становится каждая четвертая жительница Земли. Только в Казахстане от рака груди в прошлом году скончались 1400 женщин. По словам мамологов, главная причина тому – несвоевременное выявление болезни, поскольку на начальной стадии обнаружить рак почти невозможно. В прошлом году чисто случайно я обнаружил шишку у себя в левой груди. Абсолютно чисто случайно. Она была безболезненна. Я обратилась в больницу, и у меня обнаружили рак в левой груди. И это заболевание страшно тем, что она проходит безболезненно, бессимптомно. И я прошла эти все виды лечения, химиотерапию, операцию. Я по себе знаю, что это такое. Мне было всегда желание, огромное желание, чтобы наши все ребята, люди с инвалидностью, прошли это обследование. Для нас это важно. Лучше предупредить, чем потом лечить. И хочется огромное спасибо сказать нашим врачам. Профилактическое обследование врачи проводят с 21 ноября. В течение месяца онкологи будут оказывать диагностические услуги тем, кто особо нуждается в помощи. А это значит, что у женщин с инвалидностью будет возможность пройти бесплатное обследование на выявление рака молочной железы посредством специального аппарата – маммографа. Благодаря проведению Дня открытых дверей, призванному профилактике онкозооболеваний, численность пациентов с выявлением рака на ранней стадии растет. А это значит, что врачам будет легче предотвратить летальные исходы. По показателям пятилетней выживаемости, которой стремится весь мир, в настоящее время статистика выросла на 56%. Наша цель – добиться 100% в этой статистике – понизить численность смертности от различных онкологических заболеваний. В Алматинской области лечение онкологических заболеваний проходит совершенно бесплатно. Подобные акции проводятся регулярно. Плюсы тут однозначно находят для себя обе стороны. Медики получают возможность диагностировать серьезные заболевания на ранних стадиях. Пациентов, в свою очередь, бесплатно проверятся у высококвалифицированных специалистов. Адина Смогулова, Бегзат Кхажмухан, телеканал ЖТСУ. Берегись угарного газа. 11 фактов отравления угаром зарегистрировано в областном центре в 2019 году. Благодаря своей временности принимаемых мер, этот показатель в текущем году снизился на три факта. Для дальнейшего сохранения благополучной статистики сотрудники управления ПАЧС города Талткурган посетили дачный массив Мерикелек, где посетили дома социально уязвимых слоев населения. Отопительный сезон. Горячая пора для спасателей Алматинской области. Не допустить смертности в этот период – задача номер один. Сотрудники противопожарной службы ежедневно совершают подворовые обходы Талткургана с единственной целью – предупредить и напомнить об элементарных правилах безопасности. Так, в ходе рейда они посетили многодетную семью и помогли отштукатурить и забелить трещины в дымоходе. Спасибо большое спасателям города, что приехали и помогли нашей семье. У меня восемь детей, один ребенок с инвалидностью. Нашей радости нет предела. Есть еще добрые люди на свете. Стоит отметить, в преддверии дня первого президента спасатели раздали семьям продукты первой необходимости, разгрузили тонну угля. Самым маленьким подарили сладости и памперсы. В акции «Цепочка добрых поступков» приняли участие и волонтеры областного центра. Они очистили территорию от снега. В дачном обществе имеются семьи, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. Помогли продуктами питания. Также сгрузили уголь. Но, хочу самое главное сказать, цель этой акции, это в первую очередь мы доводим до семей, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. Это соблюдение правил пожарной безопасности. «Цепочка добрых дел» будет продолжена. С уверенностью заявили спасатели областного центра. Раздача продуктов питания и угля продолжится вплоть до Нового года. Подытожили они. Дамир Анитов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖИЦУ. Более 1200 замечаний сделано Национальным центром качества дорожных активов подрядчикам, работающим в Алматинской области. Нарушения связаны с несоблюдением технологий строительства и ремонтом дорог. Всего специалистами обследовано более 3000 километров автополотна. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель областного центра качества дорожных активов. Как поведал спикер с целью улучшения состояния дорог, центром качества разработана специальная программа. Согласно ей, представители организации должны не только следить за ходом строительства, но и участвовать в процессе проектирования автополотна. Благодаря этой программе качество дорог возрастет на несколько процентов, надеются представители центра качества дорожных активов. Специалисты призывают присоединиться к борьбе за улучшение состояния автополотна всех неравнодушных граждан. В целом хотел бы обратиться к жителям области. Если вы видите какие-то нарушения в процессе строительства, в процессе эксплуатации, если, допустим, в зимний период где-то есть наледи, какие-то там барьерные ограждения сбиты, какие-то дорожные знаки не отсвечивают, либо их не видно, либо они установлены неправильно, пожалуйста, обращайтесь в филиал национального центра качества дорожных активов в Палматинской области. У нас есть наша страница в Инстаграм, есть страница в Фейсбуке. Обращайтесь, пишите. В Шымкенте установили новый демографический рекорд. С начала года на свет появились 26 тысяч малышей. И это несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Управление здравоохранения города. При поступлении в роддом у женщин теперь обязательно берут ПЦР-тест на коронавирус. Если он оказывается положительным, их переводят в инфекционный центр. Там теперь есть родильный зал и операционные. На крыше строящегося здания в Актау дети играли в хоккей. Игра на обледеневшей поверхности напугала очевидцев. Двух детей 9 и 14 лет доставили в полицию, куда вызвали их родителей. С ними провели разъяснительную беседу. Дети не в состоянии объективно оценивать степень опасности. Только совместными усилиями родителей, образовательных учреждений, правоохранительных органов, средств массовой информации можно развить у ребят инстинкт самосохранения. Заложить навыки правильного поведения в обществе отметили в пресс-службе ДП области. От набегов волков страдают животноводческие хозяйства Атраусской области. Пастухи на зимовках вынуждены защищаться от хищников подручными средствами. Огнестрельное оружие под запретом полиции. За эту осень волки загрызли 32 головы овец в одном из племенных хозяйств. Это немалый урон для животноводов. Пастухи жалуются, что стоимость убитого скота им не покрыть со своих зарплат. Сейчас на рынке за овцу сдают 60 тысяч тенге. Баран обойдется вдвое дороже. 440 человек по области привлечено к ответственности по закону за нарушение правил охоты, лова рыбы и заготовки растений и древесины. 21 факт из числа уголовно наказуемых деяний. Такой результат работы за 11 месяцев обнародовали защитники природы. Однако, несмотря на устрашающие цифры, показатель ниже прошлогоднего на 59 фактов. На предотвращение противозаконных действий со стороны так называемых любителей природы направлены на регулярные рейды. Наши корреспонденты стали свидетелями одного из них, прошедшего в Каратальском районе. В этом регионе есть как охотничьи угодья, так и озерно-товарные хозяйства по восстановлению промышленного объема рыбы, что привлекает браконьеров как магнит. Всех нарушителей, к сожалению, задержать практически невозможно. Но в некоторой степени радует обстоятельство, что в подавляющем большинстве нарушения мелкого характера, без значительного ущерба природе. За 11 месяцев текущего года мною лично было составлено 43 протокола по 383 за нарушение правил рыболовства и 24 протокола за нарушение правил охоты. Азербайджанские войска вошли в Лачинский район, прилегающий к Нагорному Карабаху. Это последний регион, контроль над которым перешел к Азербайджану в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня. Вместе с военными сюда пришли и сотни гражданских, в том числе те, кто вынужден был покинуть эти места 30-летия назад. Большинство живших здесь армян покинули Лачинский район, многие сожгли свои дома. Однако некоторые решили не уничтожать имущество и остаться. Они надеются, что смогут спокойно жить здесь и дальше. К Лачинскому району приковано особое внимание, поскольку именно здесь проходит транспортный коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Согласно договору, эта дорога будет действовать и дальше. Венгерский евродепутат был задержан у гей-бара с наркотиками. Политик признался, что в минувшую пятницу присутствовал на вечеринке в популярном среди геев районе Брюсселя вместе с 20 другими мужчинами. В то время полиция вылавливала там нарушителей карантинных мер и обнаружила у 59-летнего депутата наркотики. Он уверяет, что они были ему подброшены. Содержанный политик Сайер, один из основателей правящей в Венгрии консервативной партии, которая неодобрительно относится к ЛГБТ-сообществу. В воскресенье Сайер покинул свое парламентское место еще до того, как пятничное происшествие вызвало сенсацию в бельгийских СМИ. Полиция Брюсселя подтвердила, что еще два участника вечеринки воспользовались дипломатической неприкосновенностью. Европейским строителям помогут роботы. Исследователи разработали и в настоящее время тестируют в Центральной Испании гигантскую платформу «Прототип». Используя восемь тросов, роботизированная конструкция может поворачиваться и перемещаться по экспериментальному фасаду трехэтажного здания. Параметры роботизированной установки могут настраиваться под требования конкретного объекта. Специалисты видят в новинке немало преимуществ, в их числе скорость и точность выполнения задач. Так, робот может помочь в установке навесных стен, солнечных батарей, других конструкций на зданиях. Он незаменим для ремонтных и сервисных работ. Помогает обнаружить трещины, заделать их или доставить запчасти к месту повреждения. Специалисты обещают, что новинка будет готова к эксплуатации на строительных объектах через 5-10 лет. В Тадгургане стартовал заключительный третий тур чемпионата Казахстана по баскетболу среди молодежных сборных областей. Матчи проходят на площадке спорткомплекса «Жастар» и продлятся до 9 декабря. В заключительном третьем туре принимают участие четыре команды. Это сборная Алматинская, Павлодарская, Туркистанская областей и города Нур-Султан. По словам тренеров, пока что явных фаворитов первенства нет, так как эти команды выступают в национальной лиге в группе «Б». Поэтому борьба за первую строчку в турнирной таблице и в целом за Кубок Казахстана обещает быть конкурентной и напряженной. Все три команды, именно Павлодарская область, Алматинская область, Туркистанская область, они все участники национальной лиги женской. И тут очень тяжело сейчас что-то спрогнозировать, потому что все команды сильные и все команды настроены на победу. В прошлом году Алматинская область, которую представляют воспитанницы спортивной школы по игровым видам спорта, в молодежном чемпионате завоевали первенство. В этом году ставки не менее высоки. На данный момент в турнирной таблице команда «Эс-Дюша» идет на первом месте. Если спортсменки сохранят лидерство вплоть до конца тура, то уже и золотой кубок выполнит скопилку ЖТСУ. На сегодняшний день нас преследует только команда Туркестанской области. Она идет за нами на втором месте и на третьем месте команда Павлодарской области. Я надеюсь, что этот тур решающий, последний, третий. И на этом туре мы обыграем всех дома и с теми должны помочь. Также в этом году наши девчонки, девушки выиграли Кубок Федерации Баскетбола в своей категории. Также они у нас в этом году выигрывали женский чемпионат среди высшей лиги. Напомню, матчи продлятся до 9 декабря. Необходимо также отметить, что параллельно в спорткомплексе проходит чемпионат среди мужских команд. Команда, представляющая Алматинскую область, пока что занимает четвертое место. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»